Что скрывает под собой театр юного зрителя на Соборной? В эти дни узнают археологи. Здание Тюза на реконструкции. Снесли старую пристройку и пока строители не начали возводить новый корпус, здесь каждый день трудятся, несмотря на погоду, археологи. Артефакты, которые датируются начиная с 14 века, времен посады древнего Переславля-Рязанского, находят каждый день. Город тогда занимал только кремлевскую площадку, а вокруг располагались городские посады, неукрепленные части. И вот эта постройка, которая внизу, здесь мы видим, она относится как раз к 14 веку и к времени существования посады. В конце 16 века эта часть города дополнительно была обнесена стенами и получила название Острог. И вот мы сейчас копаем как раз вот эти постройки все. Это относится к периоду Острога, Переславля-Рязанского, вторая линия обороны после Кремля. Начиная с 16 века, когда возник укреплен Острог, здесь селились стрельцы. И археологи видят сегодня следы их жизни, а также какой была городская планировка того времени. Люди постоянно приходят, постоянно что-то строят. Очень-очень активная жизнь здесь происходила всегда. Вот это очень интересно, разобраться в этом сложно. Но когда раскидываются материалы, которые мы находим по разным группам, там 20 век, 19, 18, то можно проследить, как менялась эта территория, как менялась здесь застройка, как сдвигались дома, как переносились дома вот с течением времени. Исторический и культурный центр города здесь были всегда. Этим объясняется количество найденных предметов быта и культуры. Стрельцы, как правило, они помимо своей основной деятельности, службы отечества, они занимались активно всякой коммерческой деятельностью, торговлей, ремеслом. Они, как правило, все, судя по письменным документам, они все держали лавки, где торговали какими-то товарами, либо перепродавали, либо своими товарами. И стрельцы, они достаточно часто встречаются, разные инструменты, то есть они занимались и гончарным, и кузнечным делом. Средневековым рязанцам жить нравилось красиво. Об этом свидетельствуют украшения 14-15 веков – персни и стеклянные браслеты. Стеклянные браслеты – это типичная находка для 13-14 веков. Они были, так сказать, бизутерией средневековых женщин, которые очень любили вот эти стеклянные браслеты и украшали ими руки. Точнее, даже не только украшали, но и скрепляли рукава одежды. Но особую ценность для археологов представляют найденные кресты. Один из них – перламутровый, сделан из большой морской раковины. В другом кресте хранилась реликвия. Жители города 16 века любили расписную посуду, рисунку которой, например, китайские хижины. Печи Петровской эпохи были обложены изразцами. Сегодня мы можем видеть, какая роспись их украшала. История изразцового производства имеет долгий такой путь. И появились изразцы на Руси в конце 16-го, начале 17-го века. Привезли их из Европы через Польшу к нам. Первоначально они были просто красные. Также ученые находят осколки керамической посуды, а также сосуды из-под французской косметики – бутылки из стекла. В такие, в дореволюционную эпоху, врачи разливали минеральную воду. И даже детские игрушки 17-го века – глиняный медведь. Всего сотни найденных предметов. И раскопки продолжаются. Археологи завершат исследования только в декабре. А значит, найдут еще то, что поможет нам узнать о древних рязанцах еще больше. Алена Куколева, Юлия Пятницкого, телекомпания «Город».